Всем привет! История от подписчицы. Давайте я сейчас зачитаю, потом ее обсудим. Вы напишите свои комментарии. Моя история... Моя история. Мне 26 лет, и в этом году летом, так как границы были закрыты, я полетела отдыхать в другой город в пределах страны. Там я с ним познакомилась. Я очень редко пользуюсь тиндером, но так я полетела одна, и мне стало скучно. Я решила просто пообщаться с людьми. Наткнулась в программе «Натурка». Думаю, дай-ка пообщаюсь. Как раз будет неплохая практика языка. Переписывались дня 4. Человек все хотел со мной встретиться, но боялся чего-то. Как-то он и пояснил, ему неприятен негатив со стороны местных жителей к иностранцам. Это имеет место быть в этом регионе, куда я поехала. Но все-таки на пятый день пришел на пляж, на котором я отдыхала под конец дня. Познакомились, пообщались. Выяснилось, что у него есть даже общезнакомый турок со мной, который работает в моем городе. И после этого, соответственно, появились какие-то эмоции и доверие. Он сказал о том, что в основном не доверяет чужим людям, старается не общаться и не встречаться с чужими людьми. Именно поэтому думал, нужно ли ему встречаться со мной. Кстати, для заметки, он пришел с другом. Ну, то есть ему страшно было. Как я потом поняла, на случай проблемной ситуации, чтобы не быть одному, тем более, что он в первый раз в нашей стране и совершенно не знает местности. С самого начала общение было дружественным и легким. У меня даже в мыслях не было иметь с ним какие-то отношения. Но они умеют красиво преподнести себя. Зная все это, я позволяла себе поддаваться эмоциям. К нам подошел местный мужчина, стал лезть к нему и провоцировать на драку. Не буду долго тянуть. В общем, я заступилась за него. Человек приехал в чужую страну работать. Зачем его вообще трогать? Все потому, что у нас есть стереотип о том, что турки приезжают к нам, обманывают наших девушек. Отчасти, может, это и правда. В итоге я вызвала полицию и уладила все сама. Он был очень удивлен моим поступком. Постоянно говорил, что другая бы давно сбежала, не стала искать себе проблем из-за чужого человека. А мне действительно просто по-человечески хотелось ему помочь. После мы гуляли весь вечер на набережной, разговаривали обо всем. Под конец вечера он сказал о том, что ему очень жаль, что я уезжаю. Самолет был у меня утром на следующий день. Но добавил, что обязательно прилетит сам в гости. Придя домой, посредством переписки я рассказала ему все о своем прошлом. О том, что у меня есть дочь, она живет с моими родителями. Сырома, я работаю в столице. На что он ответил, что я похожа на совсем молодую девочку. По мне, я не скажу, что у меня дочка есть. Немного было заметно, что его смутил этот факт. Видимо, он был ошарашен. Через какое-то время сказал, что все это не важно. Главное, чтобы моего бывшего мужа не было в моей жизни. Сказал, что действительно хочет общаться со мной и не знает, почему я ему так понравилась. Я же никаких признаков симпатии не подавала. Хладнокровно говорила, посмотрим, увидим. Отвечала, что мне нужны действия. На утро он приехал в аэропорт, чтобы меня проводить. Мне было очень приятно. И, наверное, если бы он не приехал в аэропорт, я бы больше с ним и не общалась. Потому что времени просто так тратить не хотелось. Он целый час просил меня остаться, не улетать. Говорил, что купит мне другой обратный билет через несколько дней, снимет нам жилье. Но разум подсказал не верить словам, и я уехала. Когда я уходила, он очень не хотел меня отпускать, очень нервничал. Села в самолет. Он написал сообщение, что у него есть влюбленность. Он не хотел бы меня терять, что можно просто попробовать. Но у меня не хотелось смелости выйти с самолета, и я улетела. Прилетев к себе, я сказала, что если он хочет отношений, то он должен сделать какие-либо действия, поступки. Либо прилететь сам, либо купить билет на самолет мне через неделю, после того, как закончу все свои дела. Он согласился. Но сказал, что из-за проблем с визой ему нужно лететь в Турцию и вернуться обратно. Показал свои билеты. Сказал, что когда вернется, купит мне билеты. В итоге, никуда ему и не пришлось лететь. Руководство решило проблему с документами его. Он искал тысячи причин не покупать билетов мне. Кто его карта заблокирована, то у него есть только наличные, то он не знает, как в них отправить. Вот приедешь сюда, я тебе деньги отдам. Меня это очень сильно насторожило. На его звонки, сообщения, я, видеосвязь целыми днями, красивые речи заставляли меня во все поверить. Я осознанно взяла билеты и полетела. Девушка изначально говорила, поступки. Он тебя речами все равно в итоге подкупил. Я поверила, поступки были. Билет не покупал, сама все купила, полетела. Не знаю, что произошло со мной за 2-3 недели, но я прилетела к нему в итоге. Это был мой день рождения. Я решила, что сделала себе такой подарок. Он действительно снял квартиру, сделал там сюрприз в виде торта, свечей, цветов, шаров и так далее. Было приятно. В мой день рождения он просился, не пошел на работу. Он пробыл со мной 5 дней, все было более чем хорошо. Он называл меня своей будущей женой, строил планы, звонил сам. Своим братьям, по-видимому, звонкам тоже звонил, меня показывал. Сам просил сидеть, сделать совместные фотографии на память. Пытался проверить мой телефон, безумно ревновал на улице. И в предпоследний день он пришел домой, сказал, что его отправляют в срочную командировку, откуда он сразу прилетит в мой город, чтобы остаться там работать, как говорил ранее. У меня началась истерика. Я сказала, что он просто хочет избавиться от меня, что для этого ему не нужно врать. Он может прямо сейчас разворачиваться и уходить. И помимо этого, он до сих пор мне не отдал деньги за билеты. Он при мне позвонил в каком-то сотруднику с работы, начал выяснять, когда ему выдадут зарплату. Сказал о том, что приехала его невеста, ему нужны деньги. И как он объяснил, их зарплату задержали на 2 месяца. Якобы обещали дать на днях, но все никак не выдают. Я позвонила своей подруге, у которой муж работает в такой же сфере, в турецкой компании. Она сказала, что у нее мужа тоже такие бывают проблемы, и иногда зарплату задерживают даже по полгода. У меня начались истерики, слезы со словами, что он меня бросает. Оставляет одну, он же обещал закончить дела в другом городе за пару дней и прилететь как можно скорее. Остановлюсь здесь и скажу, девушка, у вас однозначно проблемы какие-то с папой, потому что мне нужны поступки, а не слова это недоверие и обман, который у вас когда-то в жизни был. И истерики, вот эта эмоциональная реакция, меня оставляют, ты меня бросаешь на пустом месте, такое стероидное поведение подобное, это тоже как предательство. Вы расцените вас, кто-то когда-то, может быть, у вас родители разводились, и вы очень больно переживали развод с ваших родителей, или какое-то эмоциональное отстранение от своего папы, в этом однозначно причина есть. Цевал мои ноги, говорил, что умрет, если я его брошу, наутро он уехал. Звонки стали чуть реже, но он уверял, что работает целый день, чтобы побыстрее закончить и приехать ко мне. Вечером я снова сорвалась, начала рыдать, а что он позволит, по видеозвонкам, начал рыдать вместе со мной. Он провел фотографии, видео, все документировал, каждый свой шаг. Вот я работаю, вот я ем, но работа все никак не заканчивалась. Пришел день Х, когда он должен был прилететь ко мне, за все это время у него были стычки с руководством, потому что его не хотели отпускать, их сократили, и он остался единственным специалистом в его направлении, который хорошо разбирается в работе. Далее два дня он просто не отвечал на мои звонки, писал мне постоянно о том, что он звонит, позвонит позже, все объяснит. Сейчас я якобы не может говорить. Я начала отправлять голосовые сообщения о том, что он может просто так сказать мне правду. Идти на все четыре стороны все эти два дня у меня была нереальная истерика. Я сама была в шоке от себя, так как такое поведение не свойственно мне. Он позвонил на третий день ночью, я уставшая от нервотрепки вышла поговорить с подругой, я была очень злая, грубо разговаривала с ним. Он сказал, что не хочет разговаривать со мной в таком тоне, что ему как бы стыдно. Он объяснился тем, что его сделали руководителем проекта, он остается работать там. От злости я сказала, что он променял меня на карьеру и деньги, что он обманщик, что врал мне с самого начала. У нас была долгая ругань, после чего в конце он сказал, что хочет, чтобы я, что не хочет, чтобы я приезжала к нему. Он много лет стремился достичь этого результата на мои вопросы, что произошло с два дня, почему он не хочет забрать меня к себе. Он сухо ответил, что разлюбил и не хочет, чтобы я приезжала. Даже здесь остановлюсь, скажу девушку, просто ему так вынесли мозг, что он понял, что он не хочет с вами быть. И все это в будущем потом выслушивать и в таких ситуациях оказываться. Я была в шоке. Не верила своим ушам. Я попросила его просто объяснить причину, так как я имею право знать, что я сделала не так для самоанализа. Либо сказать правду, что он просто обманывал меня изначально, чтобы я не мучилась. Сам по себе он очень серьезный человек, даже со своими друзьями, когда общается и родственниками. Со мной в этот раз он разговаривал очень сухо. В итоге мне все-таки удалось вывести его на эмоции. Вывести его на эмоции. Вот ключевой момент. Вам нужны вот эти эмоции и переживания. Я сказала, что, наверное, он нашел себе другую. Других у меня просто объяснений на это нет. Он начал злиться и говорить о том, что он не на помойке себя нашел. Стал обвинять меня в том, что на моей странице в Instagram очень много подписчиков. Среди них есть много турков, что я много гуляю с подружками. На что я ответила, ты все это знал изначально. В общем, девочки, это очень долго читать. Сейчас немножко я пропущу, потому что здесь очень много. Я очень долго. Мы уже 10 минут это все читаем. Так вот, я пыталась анализировать со всех сторон. Я реально не могу понять, что у него в голове. Неужели он такой искусный и непризнанный актер. Хотел бросить, хорошо, свободен. С чего он добивается? Просто логику его не пойму. Кстати, я забыла добавить. Когда мы расстались, он сказал мне, что никогда не женится, и у него больше никогда не будут девушки. Что он больше ничего не хочет в этой жизни. Вот этого я вообще не поняла. При разговоре вроде совершенно адекватный человек был. Но поступки не поддаются никакому объяснению. Тем более, что изначально он соглашался со мной о том, что всегда нужно говорить правду прямо в лицо, как есть. Типа, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Извиняюсь за сумбур и много букв, но я чувствую, что если я хотя бы немного не пойму его и не разложу все по полочкам, это будет мучить меня еще очень долго. Я не понимаю, зачем он беспокоит меня сейчас. Говорит о своей любви, но не хочет быть со мной. Псих, даже бы его семья была против, но он говорил о том, что это не имеет для него значения. Как мне вести себя с ним? Помогите, пожалуйста, хотя бы немного растая все по полочкам. В моей голове я чувствую, что не смогу отпустить ситуацию. Хотя бы понемногу хочу его понять. Еще дальше приписка у нас в конце была. Дело в том, что эти несколько дней я успела поговорить с несколькими знакомыми турками. Просто попросила помочь, понять. Первый сказал, что он врет, скрывает семью, жену и все такое. В Турцию поэтому и хотел улететь. Очень правдоподобный, кстати, вариант. Но я проверила, он еще и тут, видимо, соскучившись, ответил на видеозвонок. Также плакал. Потом мы снова поругались от того, что он не говорил ничего внятного. Заблокировали, короче говоря, друг друга везде. Я наконец удалила его номер, вроде отпустила, стало легче, но временами накрывает очень сильно. Сразу скажу свою точку зрения. Его слова. Не знаю, как у казахов, но тут у нас в Турции я очень часто встречаю такие ситуации. Мужики просто без причины страдают. Им это нравится. Вся проблема в том, что они психические отклонения имеют. Или что-то вроде того. Нормальный человек не будет себя так вести. Я ответил, что в жизни и на работе он совершенно спокойный, серьезно уравновешенный. На что он ответил, что все это может быть, но именно в отношениях у него это проявляется. Теперь у меня есть немного сложилась картинка, но я все же так же замешательства девушка. Так. Почему так много букв, терзаний, эмоций и все прочее? Я постараюсь здесь коротко, потому что уже очень многому времени уделили письмо самому. Даже не знаю, с чего начать. Как и что сказать. Короче. Дело в вас. На вашу, просто на вашу копирку наложилась такая бумажка для проявления. Вот эти эмоции. Не надо в нем копаться, пытаться найти причину. Я буду тогда переживать, в себе копаться. Мне надо что-то объяснить. Я бы вам посоветовала однозначно сходить к психологу, либо к психотерапевту, потому что у вас однозначно, я не ставлю диагнозы, я не доктор. Очень много, есть люди, которые пишут, ты что диагнозами раскидываешься, это что вообще такая? Но я просто по некоторым признакам, да, я вижу какие-то расстройства у человека, его психики. Это не болезнь, это не психические заболевания, да. Я просто говорю о том, что на что нужно обратить внимание. Я вам так скажу, что ваше истероидное психическое такое поведение, вы сами от себя были в шоке, вы пережили, короче, в вашей жизни была какая-то психотравма, не стресс, это была психотравма. Вам очень важно доверие, поступки человека и соблюдение ваших каких-то правил, то, что вы хотите, да, в отношениях каких-то условий. Когда все это вы получили, и были моменты, когда вы ему неадекватно вы носили мозг, то есть из-за ерунды, да, у вас вообще проблема расставания, что если так у человека действительно сложилась ситуация, карьера, то, что он хотел, вы начали вообще обвинять, ты лжец, врун, обманщик, ты выбрал карьеру, деньги, не меня. В принципе, ваша реакция была очень странная, эмоциональная, с плеском. И вот на вашу эту бумажку, лакмусную просто наложилась эта история, вы пережили как бы определенный психорегресс у вас прошел, вы вернулись на тот момент своей жизни, в прошлое, когда у вас была психотравма на эту тему, расставание, что вас обманули, оставили, бросили. Я думаю, что это связано с родителями, с папой, что-то типа развода вообще такое бывает, но может быть что-то с отношением с мужчиной, да. Вы регресснулись, так сказать, назад, вы опять на это наложились, ваши старые эмоции с прошлого, на эту ситуацию. Поэтому вас так клинануло на нем. Вот это вот тяга разузнать, чтобы я успокоилась. Вам хочется успокоения своей стабильности психической, которого сейчас нет. И вы это можете получить только если докопаетесь, оправдаете, а почему он так сделал, для чего? Потому что если вы это не сделаете, вы начнете копаться в себе, себя расшатывать, вы уже в принципе расшатаны, да. Вы начнете, просто все это, ваш невроз какой-то перейдет в вас, вы начнете себя копать. Что в принципе тоже не очень есть хорошо. Изначально, чтобы вам успокоить, да, как вас, я вам так скажу, что у парня, да, сложились так в жизни, вы попали в такие обстоятельства, с его стороны, да, точки зрения, как я предполагаю. Вы попали в такие жизненные обстоятельства, когда, да, он остался вот одним специалистом, мы так сложились карты, что его назначили на ту должность, которая ему нравится, то, к чему он стремился. Вас он знает два месяца, две недели, понимаете? Вы не в отношениях, вы ему не жена, чтобы так выносить мозг. Он с вами только познакомился, это первое. Да, он сделал выбор какой-то. Вы живете в одной стране, в соседних городах, вы могли бы там что-то к нему приехать, все прочее. У вас это, ну, это, ваша реакция, это вообще отдельная, да, история. Он сделал, да, свой выбор, но при этом он продолжил с вами отношения, хотел продолжать. Это вы остро восприняли это все, вы там, выносили ему мозг. Когда он посмотрел на ваше психическое состояние, на вашу реакцию, он сделал выводы, что ему с вами не по пути. Вот и все. Вы дальше продолжали там, да, как-то реагировать, истерить у себя, думаю, что вот это все происходило. Из письма, почему он потом появился и стал все равно как-то с вами там общаться. Но он невротик, у него от вас приятные впечатления, он думает, что у вас вот этот психоз, у вас, про ваше нервное состояние, реакция прошла. Он надеется, что вы такая же, как когда с ним познакомились. Но вы не такая сейчас, поэтому на все так реагируете. Вы пытаетесь оправдать эту сейчас ситуацию, да, найти причину в нем. По самом деле, конечно, причина в вас. Я бы посоветовала пойти обратиться к специалисту, психологу, там уже хотя бы изначально, да, потом разобрать это все, посмотреть, что там у вас происходит в вашей голове. Но подобное истероидное поведение, которое для вас, как вы сказали, несвойственно в вашей жизни, говорит о том, что ваши эмоции наложились на какую-то психотравму, был регресс. То есть вы как бы, знаете, такое, как фильм «Бабочка», да, там, когда-то назад в прошлое вернулся, опять хапнул эти эмоции, когда вот этот переломный момент этой ситуации подобной был. Принес это в свое настоящее. Это сейчас вы переживали ваше психическое состояние, вот это. И вы до сих пор успокоиться не можете, вы до сих пор это еще переживаете, если вас не отпустили. И чтобы их отпустить, чтобы вот эту нервозность, треморс себе снять, вы пытаетесь найти проблему причины, да, не проблему, причины, почему этот мужчина так себя ведет. Но вы абсолютно не видите, что причина в вас, почему у вас этот регресс произошел. Вы встретили человека, который вам дал этот психологический регресс, прыжок в прошлое, прыжок в момент вашей психотравмы, вашей жизни. Он только дал вам эти эмоции, которые у вас наложились, и вы, знаете, как, не знаю, под гипнозом регресс делают, да, ну, там, определенные учения. Ну, так с этим триггером был вот этот мужчина, и то, чтобы вы от него получали какие-то эмоции. Дело в вас и вашей психике, вам с собой работать надо, а не с ним. Со временем, допустим, он отойдет из вашей жизни, но вам надо разбираться, причина. Вы понимаете, что потом вы встретите еще человека, который также наложится, допустим, все эти факторы, вы опять регресс сделаете, опять у вас будет такая истерика и все прочее. Надо разбираться с вашей реакцией, что я вам хочу сказать. А причины, почему он себя вел, а он обманывал, а вот это все не важно. Не надо копаться, пытаться копаться в голове чужого человека другого. Сначала надо заняться собой, вылечить, скажем так, себя. Не надо никогда лезть в чужую голову, оценку делать, узнавать. Так копаются люди, которые не хотят видеть своих каких-то, не видят своих каких-то проблем и не хотят их видеть. Вот с собой разберетесь? Тогда можно задаваться вопросом, что у него там в голове было. Но просто знаете, в чем прикол? Когда вы с собой разберетесь, и вам его причина поведения вообще будет неинтересна. Вот и все, что я хочу сказать. Пишите комментарии по этой истории. Очень интересно от вас, девочки. Может, кто-то в таком подобном был. Кто вообще знает такой термин, как вот этот психический регресс, обратно прыгнуть, скажем так, через время в свою психотравму какую-то, у кого-то это происходило. Знаете, бывают в жизни такие эмоции, вроде ничего типа не произошло страшного. Ты начинаешь рыдать, вот эта истерика какая-то, странная реакция на обычные события. Но если разбирать этот психолог, вы поймете, что эмоции, по эмоциям вы почувствовали себя, как когда-то в момент какой-то психотравмы. Вот в чем дело. Вы как бы туда прыгнули, и вот этот механизм, ведь, заработал. Вы опять это пережили, очень хочу сказать. Есть такие примеры, интересные истории, пишите на почту. Я сниму по ним видео, мы с вами пойдем пообщаемся. Если есть темы какие-то интересные, психологические поразбирать на канале, пишите, с удовольствием почитаю и сделаю видео. Спасибо за внимание. Почта у меня под видео в инфобоксе. Всем пока.